Привет, кореша! С вами Анидзук и Англичанин. Какие дела, хоуми? И сегодня мы будем смотреть новые дополнения в игре GTA Online. Я, правда, не знаю, сможем ли мы что-то посмотреть, потому что мы оба нищеброды. Но что-нибудь, может, и увидим. Домашняя одежда. Угу. Угу. Терпи, что ли? Я не знаю. Это какой-то позор. 7 тысяч халат стоит. Это вообще, это как? Это мне за 10 тысяч халат. Какой-то коричневый жакет. Это даже не халат, это жакет называется. Нуарный халат. Вишневый. Ну, я думаю, у нас по нашим деньгам из этого обновления только на жакеты найти и хватит. В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила маму мне вязанный жакет. Мать, всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое, мать. Ты о нём не подошь. Даже пижамы есть, прикинь. Плохого подрастёшь, сам поймёшь всё с годами. А пижамы-то тоже, да. Меня не видно, меня во весь экран не влезает. То есть, домашняя одежда, она вся, да, из обновления, получается? Да. Это вообще не было такой раньше вкладки, домашняя одежда теперь появилась. Я не знаю, что у нас рубашка есть. Прям похоже на рубашку обычную. Блин, что мне взять? Пижаму или халат? Я уже халат купил. Между белой созвёздочкой? Угу. Кстати, а у меня ничего так у меня идёт. Давай я пижаму возьму, а ты в халате ходи. Ладно, давай в халате. А чё ещё-то? Чё ещё-то есть? Пижаме, босиком такой. Просто раз мы были одеты как эти... Сутенёры. Сутенёры, да. А сейчас мы как кто? Кстати, я босиком-то в курсе. Да. А почему ты ботинка, а я босиком? А я ботинки, потому что одел потом. Я был тоже босиком, но потом решил одеть ботинки. Босиком по мостовой. Часть третья. Так, ну чё, зайти посмотреть тачки, да? Ой-ой, извини, извини. Хорош. Извини. Так, и где тут смотреть-то? А, вот, вот, реклама. Рок. Я хотел покрутить ножик в руке и убил, короче, Алексея. Вот, супер яхты, ребята. Модные, узнаваемые, их видно из космоса. Оцените нашу новую линейку супер яхт. Давайте посмотрим вот эту самую дорогую яхту, что она себе представляет. А, водолей называется. А, тут даже можно создать свою супер яхту, ребят. Вот, создай свою супер яхту. Да, тут можно цвет яхты выбрать. Какого дизайна будет яхта. Подсветка яхты. О, можно Титаник сделать, прикинь. Водолей. Ну ладно, пускай водолей, например. Водолей она самая, знаете, посчитайте. Хромирование, золотые. Окей, далее. Что-то еще есть. Выбрать иллюминацию президентскую, жизнерадостную там какая-то. Давайте вот жизнерадостную, к примеру. Вот Англия, например, вставим. Можно даже яхту назвать, прикинь. Я слышал, тут, по-моему, даже можно флаг российский зафигачить на яхту. Да, это в конце. Хорошо хоть сделали бы. А то очень часто с нашими флагами, короче, это облавывают. Введите название супер, супер яхта. Ну, пускай супер яхта. Купить. Вот я набрал на 9 лямов 910 тысяч. Ребят, у кого есть лишние 9 лямов 910 тысяч, чтобы нам такую яхту купить? И на ней тусить можно было бы всем. Эх. Блин, а тут в игре нет, случайно, взять кредит ко мне, не знаю, ипотеку оформить? Дом на сваях тут есть. Это старый дом на сваях? Да нет, дом на сваях, он. Возьми самый дорогой дом. Так. За миллион сто. Он в самом верху находится. В самом верху. Давай посмотрим. Так. А, вот тут сразу, да, современный, меланхоличный. Позитивный. Мне нравится монохромный. Вообще клево. Стругий. Монохромный, офигенный. Монохромный. Да, такой чистенький, стерильный. Ну, мне кажется, квартира-то похожая. То есть, просто дизайн сменится, а так, ну, то есть, сама квартира по размеру, по расстановке, мне кажется, та же самая. А, по-моему, квартира больше стала? Думаешь, больше? Дом такой же вроде на вид. А, по-моему, квартира больше стала. То есть, это все, что можно, да, тут поменять вот этот вот дизайн. Блин, а я какой-нибудь домик купил бы себе загородный. Вон, дом на сваях, 900, 800 тысяч. Блин, у меня нет столько, у меня он сто 60 тысяч. А, это вот это вот, да, вот тут вертолет есть, за 2 ляма вертолетик есть, за 3 ляма вертолетик есть, вот здесь самолет за... 10 лямов самолет, ребята. Ну, это, кстати, грязные деньги, это, видимо, раньше появилось. Так, я получил координаты, дом на сваях. Поехали туда, съездим, я попробую его купить. Вот, подожди, 5 сек, сейчас вот я покажу людям, кто тут появились. Большие люди, бандиты, машины. Сколько тут появилось? Раз, два, три. А много машин-то появилось. Вообще много. Вообще куча машин появилось. Вот это все. Ну, какая тачка. Че, вот мы приехали, и какой из этих домов? Ну, вот написано, форс, а я... Он выглядит вообще не очень красиво. А че ты хотел за свои копейки? 525 тысяч, какие копейки. Ну, как квартира стоит, в принципе, вот так. А на 400 тысяч стоил квартиру, в которой я попал. Значит, если я вот сейчас куплю, я потрачу все свои деньги, еще и продам свой дом. Представляешь, я продам Вейзл Плазу, да, и еще я должен сверху 167 тысяч заплатить. Ну, зато будет разнообразие, понимаешь, у меня такая квартира есть, всегда можно у меня потусить. А, у меня все равно пишут недостаточно средств, прикинь. Мне даже на самую дешевую не хватает. А что же делать-то? А почему не хватает? Хотя у меня Вейзл Плаза и 196 тысяч. Ну, подожди, ну. Я не могу купить дом за 500. А, Эклипс Тауэр стоит 200 тысяч продать квартиру. То есть ты ее брал за 400, а продаешь за 200. И мы его купили. Это, знаешь, эта ГТА нас наказывает за то, что мы в него не играли все это время, понимаешь? Да, точно. Вот ты хотел себе этот дом, ты должен был задротить в нее все эти годы, а я же не задротил. Ну, пустите, ну, пустите, пожалуйста. Ну, хоть одним глазком взглянуть. Зацени мою тачку. Ага. Слушай, ко мне уже Алексей залез. А что, я не могу, что ли, залезть? Какой-то стремный баб делать. А не знаю, сможешь где-то еще сесть куда-то? Кажется, да, я сел. А где-то? Сзади, что ли? Сзади. А я сзади сижу. Ни фига тут грязно. Фу, тут эти телочки. Палагаты с бабами, с голубами, да? Слушай, пока я еду, задание его прибраться у меня в фургоне. Ничего не знает. Тут вообще жесть. Тут даже никакой мед не сваришь. Тут так все засрано. Так, мы приехали. Скидка 2%. Чего 1900 ножек стоит? Как 1900? Да, 1900. Как? Ты на квартиру копишь или как? Дифига себе. Ладно, походу нет. А тут еще смотри. Тут еще вариант для босса рукоять есть. Вариант для громилы. То есть, у меня оно все закрыто почему-то. 5700 револьвер, сука, стой. Выкидной наш. Вы охренели, твари. Ты что, рад светке попить косарев этих револьверов? Вон розовый револьвер. Лег себе не купил розовый револьвер? Ну что? Кого на перо посадить, а? Он мне подрезать хочет. Он мне подрезать хочет. Так, у меня уже копы. На меня копы сагрились, ребят. Да, меня Алексей подрезал. Ай, ты что творишь? На жизнь, на нас. Бешеная баба. А, он будет. Эвакуация. Вот эвакуация, мне кажется. Вот. А, вот эвакуация. Эвакуация. Тут их раз, два, три, пять видов. Давай эвакуацию пробовать, короче. Я телохранитель. Ты цель, да? Видимо, да. Ну я чувак в галстуке, короче. Ну ты цель. Алексей киллер. Ну все, зашибись. Я чувствую, сейчас нас, он нас переубивает. О, самолет, смотри. А, он потерпел крушение, надо убегать, видимо, да? А, мне тут тебя бежать еще надо? Да ладно. У меня тут пистолет, короче, с этими сигнальными огнями, походу. О, у меня есть тачка с пулеметом. Ребята, эти киллер, да, короче. О, у меня тачка с пулеметом. Он тут приехал, тут и приехал. Нет. Это Алексей приехал. А, я его поджег. А, жесть. А, как ты поджег его? Блин. Все, они. Ну пока. Стоять, сволочи. Ты по нам стреляешь? Да. Нет. Мы улетаем. Мы улетаем, мы улетаем. Давай, гони, тварь. А, вертолет взорвался. О, отлично. А, что ты взорвался-то? Наверное, наверное, все-таки я там попал в какое-то нужное место. О, нашел. Все, мы валили. А, где ты его нашел? А, я его нашел. А, он сам к ней подбежал. Ему валим от соседого. Засранцы. Я уже полгорода отбежал, ни одной машины нет. О, тут ждут. Экскорт. Все, мы доехали. Только эта яхта плавает, ну, я не знаю, на нее можно как-то забраться или что-то. Так, ну давай, поплыли. Ты-то где сам-то? Тут у меня техника вон залезает ко мне в лодку. А ты где? Я на пляжу лодку решил взять, но только черт. Ты, блин, ладно. Лодка это не мое. Я только подбежал к воде. Где-то яхта. Там даже рядом с ней вон стоят эти байки. Я плыву на яхту, я к яхте плыву, короче. Можно на нее забраться, там, к яхту? А ты что, там уже, что ли? Как-то можно прямо с ней воду. Почему он тебя на радаре не везет? Короче, мы на яхту залезли. А вон ты где вьешь-то. Мы, короче, уже в джакузи с техником тут. Я тоже хочу. А прикинь, я в трусах почему-то. А ты к кому пошел на яхту? Ну вот, я не знаю, мы с техником приплыли. Прикинь, в джакузи залезаешь и, короче, у тебя сразу же автоматически трусы появляются. Вместо пижамы. Я не знаю, чья это яхта вообще. Я не знаю, может, она ничья. Мне бы до вас доплыть, я знаешь где? Я вообще далеко. Я плыву просто в плавь. Так ты возьми этот самый, возьми там лоб какую-нибудь на берегу. Там же есть у тебя. Да нету, я когда к берегу подбегаю, меня убивают сразу. Я просто в плавь быстро прыгнул в воду и поплыл. Какая-то баба в купальнике ходит. А че там такой стук? В чем она будет? Смотри. Наколки, блин, на ногах. Хочу попасть ей в наколку. Ой. Прости. Это не я. Это не я. Это не я. Как в Титанике просто. Ну, пальнул. Ничего не вижу. Блин, ну давай еще раз пальну. А, вижу, вижу, да, да, да. Во, давай, плыви сюда. Я уже почти приплыл. Тут что-то как-то интересно хотя бы. Я вплавь плыву, плыву, бреди. Просто вплавь. Че совсем? Чтобы меня приютили на яхте. Ты псих совсем что-нибудь? О, голые мужики пришли. Клево. Смотри, вода кипит. Как-то даже как-то неудобно тут обтереться об голых мужиков. Да-да-да. Как-то я себя неудобно чувствую. А как ты сел-то? Как ты сел-то? Я сел. Нажми вот вправо стрелочку. Вправо? Угу. Че-то у меня не загорается. Или я не вижу просто? Просто нажми и все. Просто нажми и все. И он сядет. А, вот. Сел. Все. Ну че, чуваки, отдыхаем тут? Кто сигару притащит? О, нифига, у меня даже что-то курит, что ли, прикинь. Что-то сидит там. Смотрите, какие пузырьки. Это я пукаю. Ой, смотри. Что-то у меня резко все в одежде оказались. И сзади флаг российский, смотри. Кто-то яхту купил. Наши отдыхают, короче. Наши в одежде. Смотри, сзади флаг, смотри. Флаг, видишь? Да, видать, как флаг наш появился, так сразу же все в одежде оказались резко. Да, типа цезура, все такое. Кто-то яхту купил. О, принцесса какая-то опять свалилась. Может, это принцесса хозяйка яхты? Такие гопники сидят такие в джакузи. Ой, смотри, у бабы нет ног. Что-то невидимое. Что с ней? Глюки тут, это яхты, походу, эти глючат вообще. А, это он, походу, сделал так специально. Можно делать. Типа невидимые ноги там. Почему одежда не пропадает? Ну все, я помылся, такой, в джакузи помылся, теперь у меня халат, все нормально. Я бы хотел себе яхту в жизни. А что у меня, когда у меня кончилось? Я бы хотел себе яхту в реальной жизни. Я бы на ней зависал. А на деле не можешь себе и в виртуальной жизни яхту позвать. Да, на деле ей даже и виртуальной жизни никак. Жизнь. Во, во, приехали. Смотри, какая у него яхта прикольная. Так, как там пришвартоваться-то, блин? Да пофиг, прыгаем. Нет, ну так-то можно же пришвартоваться. Пофиг, яхта пришвартоваться. Включаем быстрее всех, ну давайте, ладно, прыгаем. Открывай. Блин, позвали нас, и как нам в гости зайти? Открывай. Ой, 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 ой. Это супер яхта, я видишь. А тут спереди, тут спереди, видишь, площадка вертолётная. Она и сзади, и спереди. А вот, смотри. Чё это такое? Яхту показывают, зачем? Он, видимо, поехал куда-то. А, ну тут, да, тут можно перемещение, как-то, за деньги, причём надо делать. Перемещаться можно, в другую позицию. Просто вот она в другом месте. Нет, мы переплыли просто. Да, переплыли и всё. Ну хоть покатались. Ох, вертушка появилась, прикинь. Все быстрее вертушку садиться. Отдай вертушку, отдай вертушку, отдай вертушку, отдай вертушку. Какой вертушка? Усталёт тут прям стоит, он на площадке. Куда-то он полетел. Да ладно, пускай куда хочешь лететь. Отдалёт мы тут видели. Вот, как внутрь яхты попасть мы до сих пор не знаем. Мы не знаем, нас не пускают. Походу, пока мы не купим свою яхту, мы этого не узнаем. Блин, дайте мне залезть на яхту. Сорвали всех нафиг. Это ты там был, да? Да, я там был. Сорвали всех нафиг. КОНЕЦ Продолжение следует...